здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и сегодня я бы хотела вам рассказать про очень необычный может даже загадочный остров пасхи вокруг этого острова обходит просто невероятное количество легенд мифов ученые просто сходят с ума потому что у каждого из них разные гипотезы что же на самом деле случилось на острове пасхи так что давайте поближе познакомимся с нашим островом и узнаем какие секреты он скрывает начнем с того что поближе познакомимся с нашим островом местное полинезийское название рапануи его так сами назвали полинезийцы которые раньше проживали на этом острове поскольку европейцы вступили на этот остров пасхальное воскресенье в 1722 году то и во всем мире остров стал известен как остров пасхи площадь острова составляет около 160 километров квадратных еще очень интересно еще турхерлдал писал что ближайшая суша которую видят местные жители это луна настолько далеко они находятся от всего мира потому что ближайшая суша до которой они могут добраться это чили и расстояние до чили около трех с половиной километров то есть достаточно далеко и отдаленно столица острова и также его единственный город это хангаро где и проживает большая часть населения у острова имеется свой флаг даже герб первый муай которого вы можете встретить на острове находится на набережной центре хангаро вопреки всем легендам и слухам этот муай настоящий то есть он не какой-то там искусственный поделка на острове есть различные отели рестораны естественно экскурсии это же остров пасхи с известными всеми муай но к этому я еще вернусь дружелюбные естественно жители которые если что помогут вам с любым вашим вопросом еще с 1964 года на острове есть аэропорт дальше я бы хотела рассказать про еду еда на острове безумно дорогая если вы туда все-таки соберетесь то советую вам еду брать с собой но есть один минус то что вы ввозите даже если вы через два-три дня со своей же едой недоеденной поедете обратно вам придется ее оставить в аэропорту потому что по законам острова нельзя ничего выносить обратно даже если это ваша еда и да очень дорогая я повторюсь потому что например связка бананов стоит 5 долларов чизкейк 12 например яблоко полтора доллара то есть но это понятно потому что все это привозится с чили а это три с чем-то километров 3000 чем-то километров и как бы дороговато все-таки что очень даже любопытно что сами жители острова покупают все это добро с такой же ценой то есть нет никаких скидок ни для кого не для туристов не для местных жителей все по одной цене вот например основное блюдо в ресторане от 16 до 38 долларов как по мне это все-таки дорогое удовольствие поэтому лучше брать все свое все с собой также я бы хотела повториться остров пас я это как отдельная такая страна в океане и то например чили три с половиной тысячи километров а до таити 4000 километров то есть представьте вот это вот расстояние просто гигантском как это одинокая просто такая маленькая земля одна в целом океане но столько веков она вот стоит и радует нас своими чудесами также на острове есть пляж называется он анакена это тихая бухта и очень интересный факт что когда песок намокает то она приобретает такой розоватый оттенок и так на острове вы можете посетить пунапау далеком прошлом здесь добывался красный камень а из него древние мастера вырезали головные уборы которыми украшали головы наиболее важных муай далее вы можете посетить аху а киви на территории аху находится 7 сохранившихся стату майя похожих по стилю и высоте высоту каждый из них по три с половиной метра и весят каждый из них по 18 тонн жители острова верили что мои великие защитники острова созданы для предотвращения войны нападения со стороны людей и не только существует легенда что эти семь муай олицетворяют собой семь посланников полинезийского вождя хату мату в отличие от других исторических важных мест на острове аху а киви находится не на побережье как почти все статуи а в глубине острова пасхи также на острове вы можете посетить пещеру антепау предоставляет собой огромную пещеру с высокими сводами в которой можно свободно перемещаться считается что раньше эта пещера была убежищем или жилищем и эта пещера является самой большой на острове а также вы можете посетить тирана рараку это потухший вулкан и считается что в далекие времена она служила местному населению источником пресной воды сейчас там проводят экскурсии оттуда открывается красивый вид на весь остров к началу 14 века численность населения составила с 15 тысяч человек к этому выводу пришли археологи обнаружившие остатки фундаментов нескольких сотен жилищ поверхность острова была поделена примерно на 12 территорий которые принадлежали разным кланам по легендам на рапану и существовало классовое деление вожди кланов происходили из длинноухих они специально вытягивали мочку ушей и составляли правящую элиту острова остальные жители относились к короткоухим как гласит предание именно предки длинноухих первыми пришли на остров и их призванных защищать рапану и увековечивали в статуе муаи а древние воятели высекали скульптуры из скал примитивными рубилами из обсидиана а затем перемещали на берега острова где устанавливали на каменные платформы лицом в сторону территорий своих кланов читалось что вожди даже после смерти будут защищать свою территорию свой клан и так я подошла на мой взгляд к самому интересному месту этого ролика статуи маи вы только представьте на острове целых восемьсот восемьдесят семь статуй вы просто представьте этот масштаб какие они гигантские вот эти статуи я прям дух захватывает а считается что жители пасхи изготавливали статую мая в честь умерших родственников или же вождей что более логично и устанавливали на специальную платформу которая носила название аху и было как местом захоронения на сегодняшний день известно что статуи изготавливались в каменолом не потухшего вулкана рану рара там же были обнаружены ненаделанные муаи и самая большая муаи ее назвали эль гиганты она высоту 21 метр только представьте в среднем же высота статуи от 3 до 5 метров реже встречаются 10 до 15 у вас наверное возник вопрос как же все-таки эти муаи сейчас стоят на своих платформах аху у меня для этого есть целых две официальные версии они обе доказанные но их все-таки две а не одна а согласно одной статую доставляли к месту назначения волоком при помощи различных деревянных механизмов упоров и других приспособлений качестве довода в пользу этой версии ее защитники приводят тот факт что на острове фактически не осталось лесных массивов все они были использованы для перекатывания статуй в плюс к этой версии я хочу добавить что также учеными был была найдена пыльца пальм то есть это доказывает тот факт что на острове все-таки были деревья но они куда-то делись и мы прекрасно понимаем куда так что эта версия вполне тоже может быть правдой и я думаю скорее всего так и есть и также последние длина ухи показали ученым как их предки высекали статую при помощи каменных молотков затем перекатывали статую волоком положение лежа и наконец при помощи нехитрого механизма состоящего из камней трех бревен рычагов устанавливали ее на платформе и очень забавно на вопрос ученых почему они раньше об этом не рассказывали поляризийцы ответили а нас никто и не спрашивал в принципе даже очень логично если меня не спрашивают зачем не говорить надо взять себе на заметку и постоянно так отвечать и согласно другой версии ее выдвинул чешский исследователь статую передвигали в вертикальном положении при помощи тросов при таком способе транспортировки создавалось впечатление как будто статуя ходит и не знаю вот мне кажется и и и и первая и вторая версия мне очень нравится то есть они вполне обе очень логичные они обе имеют место быть то есть когда закончились деревья мы перешли к тросам но тоже вопрос лично у меня откуда они взяли трос то есть немножко непонятно и я же говорю очень загадочно но очень интересно то есть только представьте сколько это было долго по времени это же не месяц не два это годами высекались эти статуи потом тоже надо было время чтобы от вулкана до места аху перевести вот эти вот статуи ученые считают что до того как на остров прибыли европейцы сами поляризийцы и так скажем устроили маленький дебош так как поляризийцы считали что моа их бывшие вожди всегда будут следить за ними чтобы у племени все было хорошо чтобы земля была плодородной чтобы рыба была чтобы птицы были то естественно поляризийцы поклонялись своим вождям но в какой-то момент почему-то вожди перестали отвечать своему племени естественно поляризийцы разозлились потому что деревьев на острове не было чтобы делать себе какие-нибудь кайки или лодочки и ловить рыбу земля в земле тоже ничего не росло всех птиц они извиняюсь съели и получается еды на острове оставалось вообще не оставалось вот и наши поляризийцы начали войну между кланами они начали разбивать статуи муаи то есть доказано что статуи там не сломались истечением времени и кто-то сломал порубил хотя столько тонн как это вообще возможно но видимо злость была настолько большой что они сломали статуи также они занялись каннибализмом очень страшное для меня открытие на самом деле но что очень странно когда на остров все-таки прибыли европейцы в их судовом журнальчике было не было точнее ничего написано про то что на острове идет какая-то война между кланами про войну вообще ничего не было написано конечно там они не сказали что поляризийцы встретили их с пирогом да солью но все-таки они говорили что естественно они были напуганы потому что это какие-то ну представьте новые какие-то люди приходят к вам домой или что допустим вот мы все-таки сейчас живем и к нам инопланетяне спустятся только представьте мы тоже будем в шоке но я надеюсь такого не будет в общем и когда все-таки европейцы прибыли они не увидели никаких войн все было хорошо и так что что на самом деле случилось с этими статуями муаи что все-таки было на острове и почему все остановилось для нас останется загадкой и хочу еще добавить что если все-таки на острове была война между племенами то представьте сколько человек погибло и потом еще приехали европейцы и забрали половину или почти всех в рабство как считают ученые обратно вернулась где-то 10-15 человек это это не не точная цифра может и вообще меньше вернулась вы представляете то есть то что пережили если действительно пережили полинезийцы как они из этого выбрались сами и тут приезжают какие-то крутые дяди на кораблях и забирают вас всех в рабство вот вот только представьте мне лично обидно что и сейчас на острове нет ни одного первородного полинезийца нет ни одного потомка ни одного потомка это как-то не честно на мой взгляд как-то ну вот читаешь узнаешь и как-то страшно даже становится на данный момент официальная наука гласит что муаи были созданы примерно 1200 1400 лет до нашей эры а те что находятся в земле по плечи или только у них видна голова их просто занесло грунтом можете себе представить я конечно понимаю что прошло много столетий но это же как это сколько цунами перенесло это этот маленький клочок земли что настолько покрыла эти статуи закопала их точнее очень странно и даже верить то что например сами полинезийцы закопали статуи тоже не верится потому что они же наоборот их возносили ставили их специально на постаменты и мы никогда не узнаем почему же все-таки статуи так глубоко оказались в земле еще я хотела бы вам рассказать про письменность которая была на острове и так быстро исчезла с появлением европейцев и уже меньше чем за столетие никто не помнил как читать и писать свои традиционные знаки и символы а те кто помнил бежали от исследователей как от огня видимо наученные уже горьким опытом и из сказанного уже становится понятно что на острове до появления европейцев существовала древняя культура которая хранила истинные знания не только хранила но и активно их использовала а европейцы пришли и разрушили какие молодцы вот очень обидно что вот такая и представляете это мы еще не знаем все всю правду до конца вот жили эти прекрасные наверное люди на вот этом клочке на этом острове жили они скорее всего хорошо и прекрасно не тужили я думаю и вот с появлением европейцев все распалась просто но зато сейчас в принципе остров тоже хорошо живет таким образом даже сейчас множество тайн острова пасхи такие останутся неразгаданными и возможно что ответы на интересующие нас всех вопросами потеряны навсегда я надеюсь что ученые до сих пор ищут разные ответы и может они все-таки найдут и поделиться ими с нами ну а если нет то хотя бы то что мы знаем уже очень удивительно и интересно что существовали все-таки такие люди и они делали просто вот вы представляете сколько труда нужно чтобы сделали вот эту многотонную статую муаи и они это делали делали да по какой-то своей схеме может как-то сложно но они делали и они делали так что эти статуй до сих пор сейчас сохранились удивительно на мой взгляд просто восхитительно вот а мое видео подошло к концу спасибо что были со мной спасибо что посмотрели этот ролик я надеюсь что вам понравилось что вам было интересно что вы узнали что-то новое в это я и вкладывала свои силы ждите скоро будет что-то новое что-то тоже очень интересное интересное